Москвич Иван Дюрдзя впервые сел за руль электромобиля два года назад. После этого водить машину, которую нужно заправлять с бензином, больше не хочет. Электрокар проще и дешевле в обслуживании. К тому же в столице для него бесплатные парковки. Но это если ездить с работы до дома. Дальние поездки – это целое приключение с поиском нужных заправок, наличием переходника на китайские модели. К тому же в мороз аккумулятор разряжается в два раза быстрее. Если передвигаться на дальние расстояния, то пока бы я бы не советовал это делать. Тут, наверное, один правильный вариант – это иметь пока несколько машин. Как бы я не любил электромобили, но это такая безысходность. Мы зависимы от зарядных станций. Чтобы инфраструктура развивалась быстрее и электрозаправки появлялись не только в крупных городах, для электрокаров сделали бесплатный проезд по платным трассам. В регионах, прилегающих к таким участкам, продажи электромобилей в два раза выше, чем в среднем по стране. Бизнес стал больше вкладывать в создание ЭЗС. Льготу в этом году решили продлить. По планам правительства, к 2030 году в России должны запустить не менее 72 тысяч зарядных станций. Расширена программа развития заправок на 26 регионов и вообще все инфраструктуры для электромобилей. Сейчас, по-моему, уже около 65 регионов подключены к этой программе. И постепенно шаги для развития они делаются. Некоторые регионы отказались брать с владельцев электрокаров транспортный налог. Есть субсидии тем, кто покупает российские электромобили. Все это привело к резкому росту продаж. Около 15 тысяч штук в прошлом году. Рост по отношению к 2022 году почти в 5 раз. 4,7 раза. Можно разделить вот эти продажи на два основных сегмента. То есть это относительно, будем говорить, недорогие электромобили. Это в первую очередь как раз и валюты. В Москве четыре. И автомобили дорогие. Это в первую очередь китайских премиальных, наверное, даже можно говорить, производителей электромобилей. Это Zikr, Voya. Цены на новые электрокары в России начинаются от 2 миллионов рублей. Но россияне предпочитают машины подороже. От 5 до 10 миллионов. Самый популярный электрокар в России Zikr 001. Таких автомобилей продают каждый месяц 500-600 штук. Их привозят по параллельному импорту. Цена 7 миллионов 200 тысяч в автосалоне. Причем все иностранные электромобили приходят в нашу страну по параллельному импорту. Китайские производители боятся санкций и не готовы официально зайти на российский рынок. Они сами зависят от зарубежных поставщиков чипов. Впрочем, автосалонам это никак не мешает поставлять машины напрямую. Негласная договоренность есть. Китайцы все-таки, наверное, больше подходят к российскому потребителю в том, что они более наснащены функциями. У них более привычный дизайн и привычный интерьер и функционал, нежели как сейчас на Западе, больше стараются минимизировать все. В Россию практически перестали завозить европейские и американские электрокары. Они не выдерживают конкуренцию с китайцами. Ведь в цене за одинаковую модель, но сделанную где-нибудь в Германии, придется заплатить в два раза больше. Тарас Кучеренко, Иван Мурашов, Виктор Крыжановский. Вести.